Всем ребят, привет! Очень рада, что вы со мной смотрите меня. Я часто достаточно говорю о том, что не надо торопить время, зачем продают там декорации новогодние, там, я не знаю, в октябре. Меня всегда это бесит, я всегда про это говорю во влогах. И вообще, и вот я сейчас сижу в ноябре и снимаю видео про книжки рождественские. Всё это потому, что я подумала, если я про них расскажу в декабре, накануне Нового года, то вы их просто не успеете купить. А если я расскажу чуть-чуть раньше, в ноябре, то у вас будет возможность их купить, если вам понравится, и подарить, да, как рождественские подарки для своих близких, там, или друзей. Поэтому да, и в этот раз я... у меня будет такое сборное видео, потому что книжки я брала по чуть-чуть, и рассказывала просто про них, и записи я сохраняла. А потом я все эти маленькие кусочки хочу собрать в одно видео и выложить. Поэтому да, я буду в разных нарядах здесь всегда присутствовать в этих видео. И ещё большущий бонус от того, что я снимаю раньше времени, очень много книг рождественских сейчас на полках, в библиотеке, их сейчас никто не берёт. И поэтому можно выбрать прям классные-классные книги. И вот, в общем, начну я, наверное. Эта история про Мэддалин, я не один раз говорила про эти книжки. Мне в какой-то момент, когда старшая дочка была чуть поменьше, очень любила эти истории, прям, я не знаю, я даже не понимаю, потому что там текст элементарный, сюжет такой элементарный, но он даёт определённый характер человеку. Он очень хорошо обрисовывает вот эту главную героиню, с которой дружишь, потому что она классная. И вот эта книжка про Новый год называется «Мэддалинс Крисмас». И тут очередной раз Мэддалин выделилась и в пансионате где... В этот раз она сделала так, чтобы все девочки из пансионата добрались до своих домов и провели Крисмас там. Ну, и вернулись с подарком, естественно, домой-обратно на коврах самолёта. Иллюстрации всё как бы то же самое. Текста опять очень мало. Здесь вот этот волшебник, который был уже в предыдущих книжках, участвует. Ну, и тут, как всегда, все заболели, как всегда Мэддалин за всеми ухаживала. Ну, в общем, я не знаю, создаётся такое хорошее настроение, не настроение, а такой хороший характер, что конкретно моему ребёнку очень сильно понравилось. И я думаю, почему бы я не расскажу очередной раз про эту книжку. Продолжаю, ребята, о книжках про Новый год. Вот одна из них, называется «Dear Santa». В этой книжке, на самом деле, просто переписка, даже не переписка, это просто куча разных писем, которые ребёнок отсылает Санте под Новый год, чтобы получить подарок. Написано таким языком, который дети могут спокойно воспринимать, наверное, в даже 4-5-летнем возрасте, ну, англоязычных. Но если учить язык, то вы видите, здесь немножко другой шрифт, и ребёнок сам, может быть, и не будет читать этот, потому что буква немножко по-другому выглядит. Знаешь, когда только начинаешь учить язык, и потом тебе ещё алфавиты видоизменяют по-всячески, для ребёнка, мне кажется, это очень сложно. Поэтому я не знаю, наверное, по поводу самостоятельного чтения, но родители вполне, мне кажется, могут. На слух воспринимается книжка очень хорошо. Начинается рассказ с листа подарков, со списка подарков. Dear Santa, here is what I want for Christmas. New hacky skates and the best one. I can oil for our trip next summer. Ear plugs to block out my sister's token, which never stops. Ну, и дальше разворачивается... Ну, тут, собственно, цифровая страница, и дальше разворачивается сюжет, как у него дело обстоит с его поведением и список подарков всё время видоизменяется. Значит, 2 декабря он пишет о том, что после того, как я тебе написал свой список подарков, я подумала ещё немножко. Я прочитала про ребёнка, у которого во дворе был каток, коробка хоккейная. И я думаю, что такая же может вместиться и у нас во дворе. Дальше он написал, что он был очень хорошим мальчиком в прошлом году, и, наверное, Санта, ты знаешь об этом. Я даже съела брусничное, наверное, брусничное какое-то блюдо на День Благодарения от нашей тётушки. И, в общем, в таком духе. 5 декабря он пишет, что я просто проверяю, проверяю, как там обстоит дело с моим списком подарков. Ведь иногда нужно немножко помощи, чтобы запомнить вещи. Мне кажется, это очень смешно. Все эти письма и все эти маленькие фразы, и сомнения, и желания. Не смешно, а очень мило, умиляюще. Здесь, на самом деле, иллюстрации, они, в принципе, достаточно сюжетные. Ты смотришь на них, и, в принципе, сразу у тебя в голове представляется вся картина, поведение и вообще характер этого мальчика, их отношения между сестрой и братом, и в семье в целом. Иллюстрации такие очень ёмкие. На 6 декабря он пишет Если ты думаешь, что хоккейная коробка во дворе – это хорошая идея, то ты, пожалуйста, включи в этот список еще 20 этих хоккейных клюшек и всего остального, чтобы сделать тим, чтобы сделать команду целых хоккейных. Так, 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 что-то здесь произошло, видите. Дир Санта, 8 декабря. About school today. I really didn't know why I put those crying there. Maybe my brain melted, just like the cranes did. Mrs. Tompkins was a little mad. Budget janitor fixed everything. He said, not worry, accidents can happen. И по скриптам. I am still, still being nice to Jessica. So, don't forget that. Мне кажется, это очень классно. Ну и здесь видно, что произошло. На батарею он положил иголки, и они все расстаяли. Ну, в общем, вот в таком духе, ребята, он здесь пытается объяснить какие-то свои происшествия, которые произошли с ним в течение года. На этой странице мы реально упали с детьми. Я прям не преувеличиваю, мы хохотали очень сильно. Даже не по тексту, а по картинкам. Здесь видно, что ребенок, старший брат помогает очень мило, да, своей младшей сестренке одеть варежки. И она может делать комки и снега, и кидаться, да, играть. И здесь показано, что у него нет второй варежки. И, кстати, в письме здесь написано, что, пожалуйста, подари мне 7 левых варежек. Или правых. Левых или правых. Потому что все они потерянные. А правые лежат у меня под кроватью, и я боюсь, что мама их найдет. Ну, и сестра тут, пока он еще искала, залепила ему прям в голову снежком. И за это он ее посадил на баскетбольное кольцо. Я не знаю, нам было весело от этого. Очень сильно. И мы реально смеялись. На этой странице я вообще не заметила сначала. Потому что, ну, концентрируешься на тексте, а дети все-таки сразу же схватывают картинку. И здесь про то, что он притворился быть статую свободы в школе. И тут видно, что он поднял лампу, и она зацепилась, и, видимо, падает. Ну, все ему как бы аплодируют все, что он классно изображает. Ну, в общем, ребята, такая вот книжечка. Здесь письма продолжаются вплоть до 25 декабря. И заканчивается это все длинным письмом, в котором он говорит, что... Он, наверное, сделал подарок для папы, да, и сломал, и просит Санту помочь починить подарок. Он говорит ему, где это лежит, и все такое. Он надеется, что Санта даст тот подарок, который хочет Джессика, его сестричка. Потому что она очень эксайдная. Это когда она очень взволнованная, она очень смешная. И он это любит, когда его сестричка такая. Мне кажется, очень мило. И я думаю, что у меня будет достаточно просто новых коньков и новые хоккейные клюшки. Про все остальное забудь, пожалуйста. Я, наверное, не сплю, если ты хочешь сказать мне привет. Здесь написано, где он спит. Пожалуйста, не буди Джессика. Она в первой комнате. И он оставил оранжевое мороженое в холодильнике для оленей. Потому что ему показалось, что они, наверное, уже просто обожрались морковкой. Так что мороженое им больше понравилось. Такая книжечка, мне кажется, она очень классная, ребят. Мне очень сама понравилась. Классическая история про олененка Рудолф с красным носом, который спас Рождество. И такая достаточно классическая история. Вообще-то, вот конкретно эта книга, она, конечно, пересдается бесконечно много. Но она была написана чуть ли не в 60-м каком-то году. Или даже раньше. Оригинальная книжка была написана в 39-м году. То есть она переписывалась, конечно, много раз. Но вот это оригинальные иллюстрации, оригинальный текст. И я уже говорила неоднократно в своих видео о том, что чем старше книжка, тем более простой у нее текст. Потому что раньше считалось, что дети не могут читать очень сложные тексты. Они не могут воспринимать тексты сложные. Поэтому писалось очень все ограниченными словами. И очень слабенькие тексты были. Поэтому вот эти старые книжки, они идеальны для начала. Для того, чтобы начинать читать на английском языке. И вообще, в принципе, изучать язык. Так же, как и, кстати, старые фильмы. Потому что там очень четко боролись, чтобы была интонация, членораздельные слова. Очень простые тексты, очень емкие. Поэтому старые книги, старые фильмы идеальны для начала изучения английского языка. Вот эта книжка не исключение. Здесь вот вы видите, текста может быть и много. Но он настолько простой, вы здесь не найдете сложных слов. Текста много. Но он весь простой. Ну, история, наверное, всем знакома. Это про то, что был себе олененок. Он от всех отличался от того, что у него был красный нос. Он светился там при каких-то обстоятельствах. И все его булили, и все его не любили. И все его, короче, дразнили. И в какой-то момент, когда Санта-Клаусу понадобилась помощь, этот нос красный единственный, кто смог ему помочь. И он только, он единственный, из-за того, что у него такой волшебный нос, спас Рождество. Еще такая новогодняя книга про Щелкунчика. Здесь он тоже безумно популярен. Ставят балеты, строят детские спектакли, все на эту тему. И, конечно же, мои дети участвуют тоже в поете Щелкунчик в этом году, аж вдвоем. Так что нас это касается очень сильно. Я, конечно, люблю все эти новогодние истории. Я читала их, перечитывала неоднократно в разных каких-то исполнениях. Про Щелкунчика и мультики, и все. Это балет мы смотрели. Поэтому очередная книжка здесь про девочку, которая натворила делов на сцене. И про то, что ее поддержали с ее проблемами, и в итоге все вышло хорошо. Очень хорошая иллюстрация. Здесь, конечно, похоже, девочка немножко задавака, потому что она, ну, по крайней мере, мне так почувствовалось. Возможно, и нет, я не знаю. Мне немножко почувствовалось, что она такая чуть-чуть задавака, и мы даже с моим ребенком говорили на эту тему, что какая-то она чересчур пластливая. Но, в любом случае, у нее была цель, она очень хотела участвовать в балете, и ей дали роль мышь. Как вы понимаете, что в балете Щелкунчик мышь не одна, король может один, а мышей там оказалось много. Но здесь как бы рассказывается, как они готовились, как она мечтала о выступлении. То тут затрагивается тема вообще атмосферы новогодней, покупок там, шопинг новогодний и все вот это. Видите, сколько мышей. То есть она не одна была. И, в общем, она, эта девочка, вышла на сцену и упала там, да, где-то вот здесь она упала. И вообще кучу молотом создала. И она ужасно, конечно, распереживалась по этому поводу, но и как в новогодние сказки, к ней пришли и сказали, что все хорошо, это ничего не испортило, даже наоборот. И вот они разговаривали с художественным директором, видимо, или кто такой, художник. И мы даже развеселились, что все хорошо закончилось, и даже ее падение, она ничего не испортила. The Santa Trap. Тоже классная вещь, тоже классная книжка. К сожалению, здесь заклеен автор. Я уверена, я найду и напишу в описании. А что за автор? Здесь, конечно, иллюстрации просто забирают первое, мне кажется, место. Хотя сам сюжет, он тоже достаточно забавен. Но иллюстрации здесь, ну, конечно, хорошие. В своем таком стиле. Очень понятные для детей, много экшена. И начинается история с того, что мальчик рожден, и он уже был плохим, когда он был рожден, он уже был плохим. Он что-то там соворовал у доктора, он, по-моему, укусил медсестру, и у бабушки он что-то тоже спер с этой сумки. Но чем он со старшим, тем был хуже и хуже этот мальчик. И здесь рассказывать немножко про семью, что была очень богатая семья и позволялось им, этому мальчику, все, что угодно. Если он хотел слона на заднем дворе, то он получал его. Даже если этот слон ломал там весь дом. Если он хотел любые игрушки, он, конечно же, это все получал. Он мог творить вообще все, что захочет. Не потому, что это какая-то хорошая причина, а только потому, что родители его боялись. Хорошая причина. И, конечно, как и любой ребенок, этот мальчик писал письмо Санта-Клаусу перед Крисмосом. Но тут не совсем он писал. У него были рукописцы, которые за него писали. И список у него, видите, просто нереальный размер. Но Санта-Клаус знал, как ведет себя этот мальчик, поэтому он даже не дотрагивался до этого списка. И каждый Крисмос этот мальчик получал один-единственный подарок. Он все-таки его получал, но один-единственный. От Санта он получал просто пару носков. Чему ему ужасно это не нравилось, конечно. Он хотел отомстить Санте. И вообще ему это ужасно все огорчало. Хотя родители говорили, ничего страшного, мы тебе подарим все, что хочешь. Любые подарки из списка. Мы уже все купили. Вот, пожалуйста, бери. Ему это все равно не нравилось. Он говорил, что мне это все не надо. Я хочу, чтобы именно Санта мне подарил. И он затеял, собственно, ловушку для Санта. Так называется эта книжка. Это Санта Трап. Ну, вот он затеял. Родители были в недоумении, но ничего не возражали. Он приготовил всякие взрывчатки, всевозможные вещи. И весь год практиковал, как он будет ловить Санту. И что он с ним потом сделает. Как он его вообще уничтожит. В трубе он разместил безумное количество взрывчатки. На бакьярде он разместил этих тигров. В дверь была встроен нож, который должен был отрубить голову. Ну, вообще, все очень. Самое жестокое, что можно представить, оно, в принципе, и здесь. И Christmas Eve, все было готово. Родители сбежали из дома, потому что им было ужасно страшно. Уехали в отель, а сын остался один дома. Он переоделся в пижаму, уселся и стал просто ждать, когда приедет к нему Санта Клаус. Но в ту ночь было очень холодно. К нему подошли киски, его любимые, которых он подготовил. И он от них убежал чудом. Ну, в общем, он попадался под все свои вот эти ловушки, которые он подготовил. И просто был практически уничтожен. На следующее утро он пришел к камину и увидел, что носок все еще висит. И в этом носке даже что-то есть. Он решил все-таки посмотреть, что там. Хотя потерпел неудачу, он уже был очень расстроен. И тут на него свалилась последняя ловушка, заперла его в клетке. Он, ну, прям у него лицо такое, что прям, ой, хочется обнять и пожалеть. Он вытряхнул из носка содержимое, и там было два подарка на этот раз. А он открыл один, там были аптечка, потому что, видимо, Санта понимала, что пригодится ему аптечка. Мне кажется, это очень добрый жест вообще. В этом вообще злой книжке, вот, доброта, она здесь выходит на первый план. Благодаря вот этому подарку, мне кажется. Ну и, конечно, он получил свои носки, потому что он был все-таки плохим мальчиком. И что, такая книжечка, ребят? No, David, no. It's Christmas, David. Эта история называется так. Это, ребята, кричу, любимая серия про Дэвида. Я уже рассказывала про эту книжку, и я решила разыграть эти книжки в этом выпуске. Но не новогодний, не новогодний, а я купила... Я купила три классические истории. Вот одна даже выделена какой-то наградой, медалью. Так что в этом выпуске я буду разыгрывать три вот этих книжки. Не буду я разыгрывать новогоднюю. Если кому-то интересного, ребят, вполне успеете заказать. Ну, давайте разбираться, кто нас выиграл в прошлом видео. Участвовало 14 человек. И выиграла... Выиграла номер 12 Мария Камелькова. Вот эти книжки не будут касаться Нового года. Вы их можете читать каждый день, хоть целый день. И это, конечно, для малышей. Здесь текста ноль практически. Два-три слова. Очень живописные картины. В каждой из этой книжек ты настолько проникаешься к этому ребёнку. Тебе так жалко его. Дети видят в этом ребёнке себя, потому что они точно так же безобразничают, как и этот Дэвид. И их точно так же наказывают, им точно так же попадают. Но, в конце концов, во всех этих книгах Дэвида в итоге всё равно любят. Его всегда обнимут, всегда приголубят в конце книжки. И он получит своё. Ну, здесь всё на тему Нового года. Дэвид – это не игрушки стеклянные. Не бей, боец родителей. Дэвид – Санта смотрит за тобой. Веди себя хорошо. Дэвид – терпение, когда они стоят в очереди за фотографией Санты. Видимо, он уже устал, и он уже весь извёлся. Тут Дэвид уселся на колени к Санте и, видимо, рассказывает всё, что он хочет получить на Крисмас. И ему говорят – Дэвид, побыстрее. Написал тут. В общем, вся книжка, понятно, что бесконечные замечания. Вот я когда первый раз столкнулась с этой книгой, не с Крисмаса, а вообще, в принципе, с этой серией, мне настолько было жалко ребёнка. И вот у меня младшая дочь, которая безумно любит сочувствовать. Вот в книжках для неё это вообще вот как крючок. Если есть кому посочувствовать, это она просто не оторвётся от неё. Она будет слушать, слушать, слушать эту историю. Вот про Дэвида – это та же история. Её очень тронула эта история с самого начала, когда она ещё была гораздо меньше, чем сейчас. Но потом она быстро от неё очень не отлегла, потому что реально ранит всё сердце, когда ты читаешь про этого мальчика, когда ему бесконечно на каждой странице его тыкают. Прям вот «Дэвид, ешь вилкой и ножом, там, Дэвид, не зевай, там, Дэвид, сиди спокойно, Дэвид, не ёрзай, Дэвид, 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 Дэвид». И, в общем, вся книжка, реально тебе плохо уже из-за этого Дэвида, тебе реально его очень жалко. А его продолжают всё тирать. Но, тем не менее, эта книжка очень-очень сильно популярная. И её встретишь в каждом магазине, мне кажется, она переведена уже на многие языки. Может быть, она переведена уже на русском. Но, ребят, вот такие книжки можно читать и на английском, потому что слов практически нет. Несколько слов на книгу подтянуть можно, чтобы выучить. Ребят, расскажи ещё про эту книжку. Она, конечно, совершенно не про Новый год, но она зимняя. Отношу её к той же новогодней теме, хотя она, в принципе, не про Новый год. Она очень хорошее. Она даже отмечена медалью. Так, ну, здесь вот такие иллюстрации. На всю страницу очень мало текста, и в этом тексте встречаются сложные слова. То есть, это совершенно не для самостоятельного чтения книжка. И она на реальных событиях построена. Она рассказывает про реального человека, который... Короче, слушайте. Джо был мальчик, который жил в деревне, и... Его очень занималось зимнее время, особенно снежинки. Он разглядывал каждую снежинку и... Восхищался ей. А то, насколько она красивая, насколько она неповторима. И в то время, когда другие детки играли в обычные игры, которые все играют, там, снежки, на лыжах, на самках, там, не знаю, форт строят и всё такое, Этот мальчик, он разглядывал снежинки и рисовал их. Позже у него появился микроскоп, он продолжал рассматривать снежинки и рисовать их. И он замечал, что они не повторяются. Ни одна, никогда не найдёшь похожих. Всё с одинаковым. Прошли ещё года, и у него получился фотоаппарат, ему подарили. Где-то про него прочитал, и то ли родителям подарили его, что я уже не помню, то ли он сам купил. Давайте прочитаем. Вауэлс Мазан Юхи... А, родители узнали про то, что фотоаппараты подарили. Да. Ну и, конечно, он был совершенно счастлив. И когда, наконец, пришёл новый сезон зимы, он... Всё, что он делал, это фотографировал снежинки. Он, да, и был абсолютно счастливый, когда у него получались кадры. И он просто праздновал их, как что-то, ну, невероятное. Годы шли, и всё продолжалось в том же духе. Он всё так же увлекался снежинками, совершенно не отпускал вот эту мысль, что они настолько все разные, настолько все уникальные и красивые, что он продолжал это делать годами... Годы за годами. Ну, а зима короткая для него, да, для них длинная, для него была короткая. И в летнее время он тоже снимал. И вот ему очень привлекали вот маленькие какие-то вещи микроскопические. Вот он мог разглядывать, как вот устроена природа. Именно они огромные горы, там, да, малюсенькие какие-то детали у кузнечика, там, или у цветов, как паттерн идёт. Ну, и позже он знал знаменитые своими снимками, он показывал их везде, где мог, он собрал это всё в книжке. Это, на самом деле, настоящий человек, он существует. Он написал, что он был в книжке. the snowflake man but he never grew rich so he'll never get the money by 1926 he had spent 15 thousand dollars on his work and received only four thousand dollars so from the sale of photographers and slides so like a huge number of people who just love their work and love their work he didn't have a lot of money he just invested in his own money he was not rich although his work was very unique but in the day when he knew everything he was more or less знаменитым в своих кругах да ним напечатали в газетах в журналах он издал свой портфолио он ушел за на прогулку снежную за снежинками и умер вот так выглядит такие фотографии такая биографичная книга тоже хорошая история называется christmas present здесь про то что санта клаус очень добрый хороший человек в общем а развозил санта клауса подарки всем хорошим детям под новый год под christmas и когда уже наконец вернулся домой с усталыми оленями он сам был устал и он уложил своих оленей спать дал им там не знаю что мед какао выложил их в кровати отдыхать а сам пошел к себе на кровать и когда он уже был готовый выдохнуть последнюю усталостью уже уснуть он увидел на кровати последний подарок на нем была бирка с именем и он точно знал что конкретно этот ребенок был хорошим весь год его нельзя оставить без этого подарка и как бы не было лениво этому санта клаусу вставать кровать он все равно поднялся не стала будить своих оленей потому что они устали и пошел сам добираться до этого мальчика а мальчик как мальчиком как назло жил на горе на верхушке самые вообще за 3 9 миль и в общем здесь в принципе книжка описывает как он добирался сначала ему помог пилот на самолете но дальше он лететь не мог он сел дальше ему помог там кто-то на машине до какого-то момента дальше он уже не мог ехать потому что он просто попал дальше все транспорт он перебирал всевозможные помощи получал от всех и все равно приходилось идти дальше 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 пока он не дошел наконец до самой вершины где жил этот маленький мальчик он подошел к нему положил подарок и набил ему в носок и ему надо было возвращаться обратно здесь вот написано да как он добирался обратно все все возможные способы тут принципе в этой книжке отображены можно еще помечтая поразмышлять и найти еще какие-нибудь способы с ребенком как еще может санта-клаус добраться и вот он наконец явился к себе домой уже было света уже солнышко вставало схил на себя одежду завалился спать и в это же утро в это же мгновение проснулся этот мальчик и нашел подарок у себя в носке хорошая история текста достаточно много но он как-то не очень сложный а heavy snow began to fall i'm so sorry satan said the man i cannot fly my airplane any father in the snow the plane bumped and skid across the ground and finally came to help but if you go to the garage that slice over the hill there is a man with jeep may he can help you the little boy who lives in the snow he went over the hill he went over the hill to the garage where there was a man with a jeep excuse me he said my name is santa claus i still have one present left in my sock which is for harvey slumfer burger the little boy who lives in the heart of the top of the roller poli я собрала такие редкие истории но в принципе хорошие добрые совсем другие неизвестные чтобы просто у вас был какой-то выбор и вы могли узнать больше эта книжка называется the gifts такие интересные иллюстрации здесь здесь в принципе есть блестки чем не раздражает сильно я не люблю настолько привлекает свое внимание но но большие иллюстрации эта книжка для наверно подойдет и для маленьких и для постарше потому что здесь главные идеи доброты и добра добро всегда вернется к добру да так кажется ну а здесь начинается про девочку которая на крисмас маркет да это называется как маркетплейс просто но просто перед рождеством уходит по магазинам и проверяет все ли она купила или нет она заглядывает свою корзину и понимает что она все купила кроме елки и пошла на скорее покупать елку купила маленькую в горшке и поднялась в югу по дороге домой и пошел дикий снег и в общем замело все и она еле пробиралась сквозь это все дело и повстречал дедушку который был тоже нагружен какими-то вещами он споткнулся и упал все подарки у него рассыпались все что было у него сумки она остановилась и конечно решила помочь она собрала все игрушки и он на этот дяденька исчез и девушка пошла домой вернувшись домой и встретили ее друзья это кошка собака и она как раз вспомнила что елку то она позабыла на том месте где она помогала вместе со своими животными по собаками вместе со своей собакой она отправилась на поиски конечно все замело снегом она уже ничего не видела здесь видно что они идут по дороге и здесь одни сугробы совершенно непонятно где елка если секретная страничка то раскрываешь и там под этими сугробами когда они раскапывали они обнаружили совершенно другие вещи не елка елку они не нашли зато увидели мальчика который ужасно плакал и они подошли узнать что с ним оказалось у меня шапку девочка рассказала возьми мою иначе ты заболеешь иди домой но так случилось он пошел домой она махала и сами они тоже вернулись домой ужасно грустно ли что в этот новый год они остались без елки но не так уж долго они сидели потому что постучали в окно в дверь они открыли и там был тот самый девушка которому она уже помогла и тот самый мальчик которому она дала свою шапку они принесли уже наряженную елку благодарили но остаться на какао они не остались просто пожелали друг другу хорошего нового года и крисмаса и разошлись а потом девочка вдруг поняла когда она уже проводила их она интересна а почему от мальчика есть следы когда надо уходил на отпечатки ног на снегу от дедушки нет и она поняла что это был дед мороз санта-клаус такая история если вы вернетесь потом обратно к тому месту где она помогала ему собирать подарки вы увидите что здесь следов нету от нее есть следы то есть оказался дух называется christmas tree memories by alory и не скажу что есть какие-то суперические иллюстрации или классный текст здесь просто классная сама идея в канун рождества вся семья выходит к елке к своей праздничной садится около нее с печеньем с какао и предвкушаются значит праздник будет и у них начинается разговор и не смотрят на елку и вся елка усыпана всевозможными игрушками большинство из них это самодельные игрушки или какие-то памятные вещи которые они со временем скопили останавливаясь на каждой игрушке они вспоминают где они это взяли где это сделали например это сердечко сделала девочка когда им было два года и здесь мама говорит ты помнишь как это было тебе еще двух лет не было это сделает и сердечко а вот этого ангелочка она сделала когда они делали они сделали с бабушкой и дедушкой маленького бэби в колыбельке они сделали когда делали печенье рождественское но еще вся книжка она пронизана вот такими вещами вот эта стихотворная такая книга называется мэри крисмас мэри кроу и которая как подписанная книга самим автором видимо он сам приехал в библиотеку и кейти вообще-то она приехала библиотеку и подписала и наверно читала детям или я не знаю подарила книжки здесь забавную историю видите иллюстрации какие очень мало текст и он из-за того что в рифму он попадаются очень сложные слова которых в принципе не знаешь и читать ее очень сложно спотыкаешься ну по крайней мере мне конечно англоязычным людям это совершенно не сложно но если мы говорим про то что мы русские учим язык то наверное это сложноватая книжка хотя здесь текста очень мало ну да вот здесь например round the chimneys over the yards down the busy boulevard я не знаю этих слов здесь в любом случае здесь сам сюжета состоит в том что сорока летает и как раз новогоднее крисмас-время для нее это самый общий праздник потому что везде по всех на всех площадях во всех закоулках везде везде валяются всевозможные блестящие вещи и что она сразу подбирает например там у снеговика она забрала пуговицу где-то она нашла какую-то веточку с какими-то оборванными ленточками когда прилетала над зоопарком она она что-то тоже нашла какую-то веревочку это колечки сломанные бирки мишуру крышки стекло разноцветные тряпочки упаковка от подарков она вот в общем здесь она летает по всему городу в принципе ты проникаешься атмосферой потому что ты вспоминаешь да действительно ты там зимой и тут и там везде пахнет рождеством и ты идешь по городу и даже в принципе даже прогулка по городу и наблюдая суету новогодней дружи и весь охвачен над этим настроением и тебе уже от этого так хорошо в общем книжка такой передает ощущение в общем эта сорока везде летала там и носок одиночный и ключик собрала и какие-то цепочки там оборванные в итоге оказалось что эта сорока все несла на главную елку птичью где было полным полно разных птиц которые украшали сами елку но есть какой такой дух рождественский добрый очень мне кажется так ну давайте вот эту расскажу а вообще наверное сюжет библейские вот рождение иисуса он побивает по перебивать все рекорды книг про щелкунчика новогоднюю тему не имею ввиду потому что когда я копаюсь в этих книжках рождественских там просто через одно рассказывается как дети ставили сказку там в театре как делали костюмы или там как просто сама эта история описана в серьезных каких-то текстах не серьезных вообще для всех возрастов для любого ребенка вы найдете что-то интересное на тему рождественской ночи библейской истории вот это одна из таких про щелкунчика тоже очень много историй просто всяких разных там и классическая история и какие-то воспоминания и инсайл сюжет абсолютно разные но вот щелкунчика касается в общем здесь про медведя который всегда хотел поучаствовать в этом шоу спектакле рождественском который ставит наверно все школы америки дети растут дети приходят в школу и уходят а спектакли они все остаются и они принципе не надоедают хотя с этими новыми изменениями может они скоро исчезнут вообще в общем они могли придумать костюм для этого медведя или бобра я так и не поняла кто его хотели нарядить и ангелом но оказался очень тяжелым потом мы хотели нарядить наездником на осливки он оказался слишком тяжелым в общем все ему не подходило там все он как-то неуклюже бил ломал ему был слишком тяжело слишком большой и он уже расстроился на учительница она объяснила что не не беспокойся мы сейчас тебе все равно что-нибудь найдем ты обязательно будешь в этом спектакле и предложили ему роль совершенно безобидно но самую главную это baby и он лежит в люльке весь спектакль никому не мешает никого не другой и вокруг него строится весь спектакль такая история потом конечно все вместе отпраздновали тортом и такой мечты сбывается ну я вернусь с новыми книжками и и и и и и